доброе утро дорогие друзья всем доброе утро и сейчас мы начинаем наш ежедневный урок тора сегодня мы в главе дворим глава дворим и сегодня у нас пятый день и 20 июля 20 глава книги мишли притчи царя соломона все стартуем запись и советую всем смотреть в телеграме именно в телеграме потому что там выходит сразу после уроков выходит запись вы можете эту запись кому-нибудь послать вы можете эту запись еще раз посмотреть аудиозапись вы можете если вы пропустили урок машине и послушать и это очень удобно значит что то что у нас сейчас идут уроки в во всех одновременно сетях и даже даже ютюбе даже в ютюбе вот сейчас я включаю youtube канал и в ютюбе вы тоже можете в прямом эфире смотреть кому удобнее в ютюбе пожалуйста то есть это специально мы делаем чтобы всем было удобно в любом эфире смотреть хорошо но youtube что-то не включается знаете как есть по торе по торе есть очень много хороших советов например один из советов это как инвестировать деньги вот многие спрашивают по торе да что-то рассоветуют в инвестициях ну естественно там есть очень много разных нюансов но самый такой вот простой совет это в талмуде что деньги нужно разделить на три части первая часть денег нужно ее написано вложить в землю но что имеется ввиду когда вложить землю раньше может быть закапывали в землю да если у вас было например золото раньше да ну в раньше тысячи лет назад то закапывали золотые монеты до сих пор находят эти клады значит все закопал если ты забыл где все забыл уже найду через тысячу лет украсть достаточно тяжело потому что если никто не знает где закопано как то украдешь в общем третью часть в землю но некоторые говорят что в землю надо купить землю на эти деньги и землю никто не унесет это недвижимое имущество купил землю все никто ее не унесет она твоя теперь вторую часть денег написано вторую треть нужно вложить в бизнес нужно заниматься каким-то своим бизнесом и вот тут многие спрашивают а если у меня нет бизнеса то вторую часть денег нужно инвестировать в себя потому что ты есть твой бизнес твои навыки твои знания твоя ценность которую ты можешь давать людям это и есть твой главный бизнес ты мастер например да он зарабатывает своим мастерством так мастер может купить себе какое-то оборудование а может стать большим лучшим мастером пройдя какое-то обучение у меня вот один мой приятель он приехал в сюда он был так он был ради можно сказать преподаватель торы раввины делятся на два как бы на два главных типа на три главных типа есть раввины которые учителя преподаватели торы они учат тору и обучают это один тип раввинов есть второй тип раввинов это раввины которые знают закон они знают аллаха вот что конкретно делать религиозный человек он должен идти по закону то есть у него очень а закон это это невероятное количество аллах от есть эти раввины которые они у них есть смеха это называется они проходят экзамены и они четко знают в какой ситуации что делать это второй тип раввинов третий тип раввинов это раввины администраторы они выступают вот обычно мир их знает но часто бывает так что раввин который соединяет все три вот этих вот ипостаси то он в каждой из трех он не не самый высокого уровня да и тот кто раввин администратор такой знаете как казенный раввин их называли он очень часто может не очень хорошо преподавать тору не очень хорошо знать или не знать может хорошо но не знает как преподавать обучать это отдельное мастерство и он может знать аллаху знать закон но может быть не слишком такой как как есть раввины судьи есть еще раввина отдельно судьи те которые в суде сидят это самые знающие законы люди если этот раввин он он является членом раввинского суда то этот раввин он знает закон идеально но он может быть я знаю одного глава раввинского суда который в украине до в украине он еще в нескольких восточной европе по-моему даже рав иосиф брат беккер так он он знает закон вообще просто нереально но когда ты вот он когда говорит его вообще почти не слышно он очень тихо говорит и как например как преподаватель торы он но его очень тяжело услышать он знает не нереальное количество и от него такие вещи я слышал да на всю жизнь запомнил там одну вещь интересную но но как преподаватель он он не очень а как администратор он вообще не занимается административной работой просто чтобы вы знали три разных типа раввинов 4 мы нашли типа раввинов потому что раввин раввина рознь и самое интересное я помню как-то александр борисович фельдман это хозяин барабашова приехал в иерусалим и приехал он ко мне в гости и я ему показываю город и он говорит он первый раз как país райнер осалим и он в шоке был он говорит я за свою жизнь всю жизнь тогда только только начал соблюдать в кипе он тогда начал первый ходить как депутат верховой ради только он начал так приближаться соблюдать молиться че линадевать и он мне говорит это ска говорит я за свою жизнь не видел столько раввинов сколько здесь в Иерусалиме стоит на одной автобусной остановке. А он как раввина определял? Если он одет в раввинскую одежду, борода, шляпа, значит он раввин. А тут в Иерусалиме все так ходят. То есть любой ультрарелигиозный человек, он так одевается. Это его как бы норма одежды. И он говорит, я за свою жизнь прошлую всю не видел столько раввинов, сколько стоит здесь на одной автобусной остановке. Так смешно это было. Хорошо. Значит, а мы продолжаем изучать Тору. Мы продолжаем изучать Тору. И пятая книга Тора, Пятикнижия, Моисея, Дворим. И сегодня пятый день. Сегодня рассказывает Машар Абейну перед смертью. Он увещевает еврейский народ и вспоминает весь путь. Он вспоминает весь путь. И значит говорит он еврейскому народу. Это его предсмертная речь. Вся эта книга, это его предсмертная речь. Он говорит, и сказал Бог мне, говоря, то есть так сегодняшний начинается отрывок. Равлахэм сов эт аар азе пнулахэм сфона. Значит, дело было после того, как они уже уже они 38 лет были в пустыне. 39 лет получается, да? То есть они вышли вышли они из Едипта, получили Тору. Год они стояли возле горы Синай для того, чтобы год без 10 дней, для того, чтобы вот, ну они получили Тору. То есть они поднялись на совершенно другой уровень связи со Всевышним и другой уровень духовности. То есть представьте себе человека, который ничего не знал. Маугли. Вот он Маугли, он вообще ну просто жил там где-нибудь в таком месте, где школы у него не было, читать не умел, да? И мы берем этого Маугли, накачиваем его какими-то психотропными препаратами, значит, и он год учится по каким-то сверхметодикам, его обучают гарвардские профессора и они ему дают, значит, полностью все-все-все знания вкачивают в него, которые только есть в современном мире. А он до этого вообще Маугли, его волки воспитывали. И, значит, за год, ну чтобы как бы это может быть грубое немного сравнение, но они за год поднялись из-за рабов, которые были в Египте, уже дети рабов, 210 лет они были в изгнании и последние 110 лет это было тяжелейшее такое жуткое рабство вообще. И тут они переходят, год длились 10 казней, они вообще все у них, разрыв шаблона, что творится, вода в Ниле в кровь, тут лягушки вылазят из Нила весь этот самый, тут вся земля превращается в овшей, и все это по слову Маше Рабейну, который пришел, его не было в Египте, он до 80 лет жил в, он убежал в 20 лет из Египта, он воспитывался во дворце фараона, и в 20 лет он убил египтянина и убежал из Египта, и 60 лет его не было. И тут он приходит и говорит, вы знаете, Бог меня послал, Бог мне дал знамение, знаете, смотрите, там посох кидают, он в змея превращается. То есть, все в шоке. Он говорит, я сейчас иду к фараону и вас отпустят. Ну, народ такой, да, мы, в принципе, у нас были легенды внутри, ждали мы, что придет спаситель, Машех, да, Мессия Машех, придет, нас выведет из рабства, мы же не были рабами, у нас есть предание, что нас захватили в рабство насильно, силой нас, обманом захватили в рабство. Ну, посмотрим. И тут начинается 10 казней, год это все длится, вообще, такие спецэффекты. И в итоге, они выходят из Египта, расступается море, и когда они шли через море, то они вошли в состояние пророчества, все до единого, и они увидели полностью всю духовный мир, всю структуру мироздания, как все работает. Их все это подняло, это был седьмой день после выхода из Египта, но они все равно оставались маугли, рабами, которых всю жизнь прессовали, у которых не было имущества, не было собственности. Знаете, как в концлагерях фашисты, они всем набивали татуировки номер, они как бы лишали людей самоидентификации, имени, то есть они к ним относились просто, ну, как к нелюдям, да, как вообще непонятно, как к животным. Точно так же вот в Египте их прессовали, 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 и тут вдруг они, оп, им показывают весь этот мир, пророчество, потом на 50-й день они получают Тору, и потом они год стоят возле горы Синай, потом, правда, сделали золотого тельца, мади, которые вышли вместе с ними, потому что, когда в Египте, в Египте увидели мади, те люди, которые, ну, они всю жизнь как бы искали духовность и работали с духовностью, только через мадию, когда они увидели, что Бог открылся еврейскому народу, и они захотели тоже присоединиться, когда они вышли вместе с еврейским народом, и после получения Торы, Маше Рабейну поднялся на 40 дней на гору, а именно они, вот эти мади, они говорят, давай сделаем все-таки идол, а мы привыкли, должен же быть кто-то, и они сделали вот этого идола, золотого тельца, но некоторые евреи поддержали, всего три тысячи человек поддержали грех этот золотого тельца, всего три тысячи человек, которых, когда Маше Рабейну вернулся, он с левитами их убил, и значит, но весь народ был наказан за это, Маше Рабейну, Всевышний хотел уничтожить весь народ, и от Моисея сделать новый народ, но Моисей сказал, тогда он их спас, он говорит, и значит, меня тоже уничтожай, значит так, значит, если они не справились, а они потомки Авраама, Ицкака и Якова, я же тоже потомок Авраама, Ицкака и Якова, значит, те, кто от меня пойдут, будут такие же, и Маше Рабейну правильно сказал Всевышнему, интересно, что его сыновья, у Маше Рабейну было два сына, они, мы про них ничего не встречаем, они не стали ни священниками, ни руководителями народа, ни тем, то есть есть даже предание, что один из них, он испортился там в конце жизни, тоже начал служить идол, или его потомки, или он, я точно сейчас не помню, то есть мы видим, что Маше Рабейну спас тогда и вредственный народ, и вот он говорит, после этого, вы знаете, что они ушли, вернулись на 40 лет в пустыню, и вот сейчас Маше Рабейну им напоминают уже, перед входом в землю Израиля, прошло 40 лет, он им напоминает весь этот путь, и значит, он им напоминает, в принципе, вот весь сегодняшний отрывок, он им напоминает о взаимоотношениях с потомками Исава, как Бог ему сказал, что потомков Исава не трогать, вот вы сейчас пришли, я вам даю землю семи народов, вот эта вот земля, которая земля Израиля, она, на ней живут семь народов, идолопоклонников, страшных вообще, и их надо выгнать или уничтожить, и эта земля святая становится ваша, а вокруг живут потомки Исава, их не трогать, потомки Лота, Маавитяне, Амунитяне, их не трогать, и вот здесь, в сегодняшнем отрывке, Маше Рабейну им напоминает, как они проходили между потомками Исава, потомками Лота, как Бог им сказал, никого не трогать, и здесь очень вот то, что мы для себя можем понять из этого, есть несколько таких моментов, моментов очень, очень, объясняющих нам, насколько, насколько важно делать добро, насколько важно делать правильный выбор, почему нельзя было трогать потомков Исава, потому что Бог поклялся Аврааму, что его потомкам Авраама, он даст вот эту землю всю, Израиль и вокруг него, ну Израиль это есть такое общее понятие, святая земля Израиль, и значит Исав получил гору Сыир, но почему нельзя его трогать, он же потомок Авраама, он потомок Авраама, Бог поклялся Аврааму, поклялся Аврааму, значит в заслугу Авраама, его потомок Исав, его нельзя трогать, теперь, дальше, аммонитяне, муавитяне, кто это были такие, это были дети Лота, Лот это был племянник Авраама, который ушел от Авраама, поселился в вздом и Амора, когда Всевышний уничтожил вздом и Амора, Лот вышел, спасться со своими дочерьми, и дочери думали, что мир закончился, что это как потоп, и они остались единственные люди на земле, две дочки и папа, и они напоили его вином, и вначале одна от него забеременела, потом вторая, было какое-то сильное вино, очевидно в то время, потому что, ну, он был без сознания полностью, и люди были сильные, потому что, хотя он был без сознания, но от него все-таки сумели, сумели они как бы забеременеть, и, значит, произошли два народа, потом оказалось, что люди не были уничтожены, был локально уничтожен с дома Амора, но они же этого не знали, у них был этот поступок во имя небес, теперь Всевышний оставляет, амунитян, муавитян, оставляет, и говорит еврейскому народу, их земли не трогать, с ними не воевать, причем, что интересно, удивительно, от муавитян произошла руд, бабушка царя Давида, она была дочкой муавитянского царя, Иглона, и когда, когда руд встретилась с Науми, жена Элемелаха, когда Элемелах ушел во время голода в муавитянские степи, то руд, она, когда узнала про Бога, узнала про то, как еврейский народ служит Богу, узнала Тору, руд, она приняла Ди Юры вместе с Наами, со своей свекровью, вернулась в Израиль, и вышла замуж за Буаза, Буаза, это был судья Израиля, представьте, и от нее пошел, пошел царь Давид, то есть, получается, династия Машеха идет от муавитян тоже, то есть, Руд, она была рожденная муавитянка, здесь написано, нельзя их трогать, нельзя их трогать было, и амунитян тоже трогать было нельзя, значит, здесь это все объясняется, то есть, мы видим, как поступок одного человека, вот многие спрашивают, а почему ему везет, например, да, смотрят, кому-то там везет, но вообще нереально, но ты же не знаешь, что делал его дедушка, может быть, его дедушка, он там героически спасал людей, может быть, он какие-то совершил вещи, которые вообще просто, ну, нереальные, непонятные, в служении Всевышнему, да, и он перед смертью, дедушка, когда его за служение Всевышнего там убивали, он говорит, я тебя прошу, чтобы мои потомки жили счастливо, все, чтобы все мои поколения жили счастливо, то есть, на каждого из нас накладывается благословение и опыт предыдущих поколений, это то, что мы можем отсюда выучить, из вот этого отрывка, значит, дальше здесь есть, очень я одну вещь отметил, здесь перечислены разные народы, которые жили на этих местах, и перечислено, что на одном и том же месте сменилось два-три народа, и Всевышний говорит Машарабену, смотри, вот этот народ меня прогневал, значит, пришел другой народ, их уничтожил, вот этот народ опять на этой святой земле служил идолом, значит, пришел другой народ, его уничтожил, то есть, в древности это было абсолютно таким, ну, нормальным делом, когда пришли там татаро-монголы, вырезали всех, пришли потом какие-то там монголо-татары, вырезали всех, и из поколения в поколение все время воевали люди между собой, начиная с первого поколения, сыновья, сыновья первого человека, Адам Решона, да, первого человека, у него был Каин и Эвель, и Каин и Эвель, они были родные братья, от одного папы, от одной мамы, и Каин и Эвель, возник у них первый конфликт, и Каин убил Эвеля, это природа человека, то есть, у человека в природе внутри находится внутреннее животное, которое, если бы человек его не ограничивал своим интеллектом, да, что что-то можно, что-то нельзя, то это животное, оно хищное, то есть, это животное, посмотрите, например, коты, коты, смотришь, милые кошечки, котята, посмотрите, какие котята симпатичные, а потом посмотрите, как они орут друг на друга, как коты, когда они воюют, там они просто страшные вещи делают, эти коты, так вот, у человека внутри живет вот такой кот, который, который, если бы не было вот этой человеческой, интеллектуальной составляющей, то этот кот, он бы других котов убивал, но, у человека в этой интеллектуальной составляющей есть, как бы, плюс и минус, две стороны одной медали, первая сторона, что интеллектуальная составляющая, если ты ее направляешь в сторону добра, в сторону Всевышнего, в сторону Торы, да, то тогда ты делаешь добро, возлюби ближнего, как себя, это основной принцип Торы, но если ты убираешь эти основные принципы Торы и оставляешь, как принцип жизни, джунгли, да, выживает сильнейший, то вот эта интеллектуальная часть помогает тебе строить газовые камеры, помогает уничтожать целые народы и так далее, то есть, у человека есть интеллектуальная огромная сила уничтожать мир и себе подобных, и у человека в этой интеллектуальной же части, если в нее, как намерение, загрузить служение Всевышнему, то тогда, тогда человек может сделать очень много добра, но, что интересно, то есть, злые, злые, плохие люди, они очень активны, они активнее, чем добрые и хорошие, и у них меньше, как сказать, меньше барьеров каких-то и так далее, вот здесь сегодня у нас 20 глава Мишлей, притчи царя Славона, он объясняет, как работает мир, и вот здесь есть как раз на эту тему очень интересный отрывок, да, насчет взаимодействия, взаимодействия между праведниками и злодеями, ну, первый отрывок, он про алкоголь, очень интересно, первый отрывок 20 главы про алкоголь, царь Соломон в Мишлей пишет про алкоголь, я думаю, что, ну, отрывков 10-15 здесь есть про алкоголь, и может даже до 20 отрывков, всего 915 отрывков в книге притчи, но из них где-то про алкоголь, но не меньше 20, он пишет про алкоголь, показывает, как он работает, как он действует, да, вот здесь, давайте, 20 глава, первый отрывок, он говорит так, лец аяйн, вино, оно делает человека насмешником, то есть, оно вызывает, ну, становится человеку смешно, поэтому в 31 главе он сказал, тну яйн, дайте вино, лимарей нефеш, тем, кому грустно, то есть, если человеку грустно, то вино, оно вызывает насмешничество, ну, ему становится веселее, омэ шехар, значит, шехар, это крепкие алкогольные напитки, как виски, водка, и так далее, начиная от пива, то есть, не вино, там, где нет винограда, это все называется шехар, в вине есть некая эзотерическая составляющая, такая духовная, и оно веселит, веселит написано, видите, веселит, или более форма такая негативная веселья, насмешничество, а что делают крепкие алкогольные напитки, омэ шехар, омэ, это даже звучит как бэйма, бэйма это животное, бэймот, да, то есть, человек крепкие алкогольные напитки делают бэймотом, он становится бэйма, животное такое, как бэймот, и значит, веколь шогэ бо, и каждый, кто шогэ, это увлекающийся, то есть, тот, кто все время бухает, пьет, ло их кам, он не умудрится, он не станет мудрецом, это гарантия, что он мудрецом не станет, потому что, значит, там же в 31 главе, царь Соломон говорит, ну, яен ле морейнеф, ждайте вино тем, кому грустно, и шехар ле овет, а крепкий алкогольный напиток дайте тому, кто потерялся, есть люди, которые потерялись в своей мыслительной системе, у них есть, там, кого-то в паранойю, кого-то в тревогу, у кого-то панические атаки, у кого-то, он сожалеет, что все, жизнь прошла, я ничего не сделал, а что ты сожалеешь-то, так не теряй время на сожаление, делай, то есть, есть люди, которые потерялись в своих мыслях, и царь Соломон там говорит, вот такому потерявшемуся, дайте ему стакан водки, чтобы ему снесло его, вообще все его мысли, он превращается тогда в животное, и может быть, когда он из животного обратно, ему перезагрузится, его операционная система, знаете, как компьютер завис, иногда, вот он завис, не реагирует, ты взял его, кнопка Reset, перезагрузил, он включился, работает, вот точно так же крепкий алкоголь, иногда его достаточно, чтобы кнопку Reset нажать, но умным такой человек не станет, умным такой человек не станет, потому что, если ты учишься, если ты изучаешь, если ты развиваешься, если ты постигаешь Тору, тренируйся, то есть, любая конструктивная, созидательная работа, которую ты производишь, она выстраивает заново твой мозг, мозг выстраивается всю жизнь, когда говорят, что нервные клетки не восстанавливаются, это неправда, это полностью опровергнуто учеными предложение, какая-то, знаете, как предпосылка, нервные клетки растут всю жизнь, соединяются, растут, мозг, он очень пластичный, и все обучение, оно меняет мозг, если человек меняет свой мозг, он развивается, он учится, он тренируется, и он продолжает бухать, то ему сносит все, что он строит, он как, как песочные замки, песочные замки, то есть, он построил, и сам же стер потом. Хорошо, значит, здесь есть третий отрывок, вот это то, что я хотел сказать, почему хорошие, добрые люди проигрывают в споре с негодяями, со злыми людьми, с насмешниками, и так далее. Написано в третьем отрывке так, «Кавот ляиш», почет для человека, «иш» – это человек уважаемый, почет для человека, «шевет мериф» – воздержаться от соры, «выколь эвиль ит галаа», и каждый, кто грешник, по грешник, скептик, он раскроется в этой соре, он раскроется невероятно. Значит, вот представьте, уважаемый человек, он, уважаемый человек, идет он по улице, значит, идет по улице, уважаемый человек, смотрит он, кто-то там ведет себя, какой-то пьяный, как раз, Омэ Шихар, он, значит, выпил, напился там пиво, водки, то есть, все крепкие алкогольные напитки, не вино, значит, и еще вином полирнул, чтобы стать насмешником, то есть, он и БМА, и животным стал, и насмешником, и вот этот вот полуживотный, полунасмешник, стоит на улице, и курит там, и плюет вокруг себя, да, то есть, покурит и поплюет, и этот уважаемый человек, он ему говорит, извините, говорит, пожалуйста, вот это же все-таки улица, это же наше общественное совместное пространство, поэтому, если вы могли бы, извините, пожалуйста, то, если вы могли бы, тут не плевать, хотя бы, да, было бы очень хорошо, а этот, он же, он же, во-первых, он скептик, во-вторых, он вообще не религиозный, в-третьих, даже если он был религиозным, он уже забыл о том, что он религиозный, и он начинает этого почетного человека, уважаемого позорить, что, что он выиграл, значит, кого, почет для человека, воздержаться от ссор, потому что каждый грешник, скептик, он себя проявит в ссорах, он в ссорах любит себя проявлять, у него границ нет, у него нету никаких, как бы, тормозов, он без тормозов, дальше, очень, четвертый отрывок, мы с ним все знакомы, из басни Крылова, четвертый отрывок такой, мы хорев ацель ло яхрош, зимы ленивый не будет пахать, вэшаль бэкаец вэайн, а летом он будет просить еду, искать еду, но нету, значит попрыгуня стрекоза, лето красное пропело, оглянуться не успело, а зима глядит в глаза, то есть ленивый человек, здесь нам объясняет царь Соломон, отложенность награды, то есть ленивый же человек, он прекрасно себя чувствует, некоторые вот, когда я говорю про отивление, некоторые все время приводят, какие-то абсолютно такие тупые высказывания, что лошадь работала больше всех, но не стала председателем колхоза, вот прям ленивый себя оправдал на всю жизнь, то есть лошадь же пахала, а председателем колхоза не стала, все, значит, я ленюсь, отлично, я не такой тупой, как лошадь, и дальше он ленится, значит, ленивый человек, он не понимает, что есть, действительно есть прелесть в отдыхе, ты отдыхаешь, расслабляешься, и в этот момент, в этот момент, ты как бы ничего не делаешь, но, есть же следующий момент, есть еще момент, еще момент, а жизнь так устроена, что если ты не посеял, то тебе нечего будет собирать урожай, если ты не постарался, не поработал сегодня, то тогда завтра тебе нечего будет кушать, и царь Соломон очень много в притчах, он очень много нам показывает, что, например, каждый путь человека, прям в его глазах, а последствия могут быть, Ахарито, Дарке, Мавит, путь смерти, то есть он нам все время говорит, посмотри на второй шаг, посмотри на третий шаг, посмотри на последствия своих поступков, и здесь тоже он именно об этом и говорит, что ленивый, он зимы не пашет, но будет он во время жатвы просить, а у него не будет, это вот три отрывка, которые мы сегодня успели разобрать, все, 30 минут мы проучились, проучились, с Божьей помощью, чтобы Всевышний нам заслугу того, что мы выучили, услышал наши молитвы, напишите, пожалуйста, свои выводы, да, вот что для вас было ценным, что для вас было важным, какие-то, сделайте свой, как резюме, что вам открылось, и поработайте с этим сегодня, поживите с этим, возьмите какой-то отрывок из тех, которые мы выучили, важно, чтобы это не осталось мудростью царя Соломона, а чтобы это вошло к вам в мышление, и тогда это и называется как жатва, да, то есть вы постарались, потрудились, взяли мудрость царя Соломона, вставили себе в голову, запомнили, повторили, запомнили, повторили, оп, и оно стало вашим, и урожай вы соберете, попробуйте учить Мишлей каждый день, притчи царя Соломона, учите каждый день, одну-две выучиваете наизусть, девятьсот пятнадцать отрывков, три в день выучиваете, за год, вся мудрость царя Соломона у вас в голове, у меня была когда-то ученица, Елена Железная, она выучила Евгения Анедина, всего Евгения Анедина выучила наизусть, и что, тем она стала, или Евгением Анединым, или Пушкиным, да, то есть у нее как бы добавилось в голове, субличность Евгения Анедина, возможно, субличность Пушкина, Пушкин говорил красиво, безусловно, писал стихи очень складно, просто великолепно, ну что, он плохо закончил, его убили, я Евгений Анедин не помню, как закончил, наверное, тоже не очень хорошо, а царь Соломон был мудрейший из людей, который построил первый Иерусалимский храм, который был самый великий царь, вообще вошел в историю, как один из самых великих царей и мудрецов, вообще, среди всех-всех людей, за всю историю, был женат на семьсот жонах, и умел с ними наладить отношения, это самый большой показатель, тот, кто семьсот жон имел, и с ними имел хорошее отношение, это был сверхчеловек, поэтому изучайте Мишлей, и у вас будет такая же мудрость, и будет божественная поддержка, потому что главное же, что, что эти все слова, это же не просто слова, это мудрость Всевышнего, и если у вас будет в голове мудрость Всевышнего, и связь со Всевышним, то тогда все уже, то есть, ну, жизнь удалась, как говорил царь Савамон в конце экклезиаста, совдавар, в конце концов, все понятно, Бога бойся, заповеди его соблюдай, в этом весь человек, то есть, человек, он создан, чтобы проявить свою божественную природу, и при соединении с Богом, через слова Бога, то проявляется ваша божественная природа, удачи, успехов, и до завтра, в 10 утра завтра встречаемся, счастливо, Савамон в конце экклезиаста, в конце экклезиаста, в конце экклезиаста, Продолжение следует...